В субботу в Московском Доме Музыки состоится событие, которое окрестили не иначе, как открытие джазового сезона. Оркестр под управлением Игоря Бутмана будет выступать с джазовой звездой Джейн Монхайт. И сегодня она у нас в гостях. Доброе утро! Доброе утро! Я так рада быть здесь. Но вы не в первый раз в Москве. И из чего я могу сделать вывод, что здесь вам нравится? А что конкретно вам здесь нравится? Я приезжала сюда в октябре прошлого года. Совершенно замечательная была публика. Все очень понравилось, очень теплый прием. И потрясающая возможность вернуться сюда буквально через год и выступать с таким музыкантом, как Игорь Бутман. Вы не в обиде на Бутмана, так как вы будете выступать с его концертом, а муж, который приехал с вами и играет вместе с вами уже 15 лет на сцене, будет, что называется, в зрительном зале. Просто как обычный зритель. А все в том, что муж всегда сопровождает меня в моих поездках. И здесь не важен тот факт, выступает он сам или нет. В данном случае у меня договоренность выступать с Игорем Бутманом. И здесь моя команда не выступает. Но мы профессионалы, мы к этому привыкли. Ваш дебютный альбом «Never Never Land» был в 2000 году лучшей записью года признан. Чего вам, каких, что называется, наград вам не хватает? И какие награды вы хотели получать, когда только начинали заниматься джазом? Я начала очень рано, действительно, в 22 года. И оказалась в окружении совершенно замечательных людей, совершенно замечательных профессионалов и музыкантов. И это вот больше уже 10 лет продолжается, к счастью. Но самое главное для меня, как для профессионала, это выжить в музыке, быть на вершине. Награда, это, конечно, здорово. Награда такая, как Грэмми, например. Но это не главное. Главное то, что мы делаем всей нашей командой. То есть я сейчас даже чувствую поддержку своего ребенка, не говоря уже о поддержке своего мужа. Это наиболее важная награда для меня. Вы участвовали в создании саундтреков, фильмом «Небесный капитан и мир будущего» и «Не отпускай меня» с Кирой Найтли. Скажите, а есть еще какие-то предложения по работе в кино? И вообще, нравится ли вам эта сфера вашей деятельности? Сфера в том, что это был просто очень интересный опыт. Можно было послушать, как мой голос звучит в саундтреке. Это всегда интересно, чтобы сравнить со сценой, потому что у некоторых певцов получается совершенно по-разному. И было интересно изменить немного стиль работы, в особенности в песне «Never let me go». И прочувствовать эмоции персонажа, эмоции характера. Ну а коротко расскажите нам, что ждет москвичей вот в эту субботу. Можете рассказать? Это будет потрясающее шоу, это будет комбинация песен с разных альбомов, будут бразильские мотивы, будут баллады, которые я очень люблю. Как говорит Джейн Монхайт, мы теперь знаем. А вот как она поет, мы узнаем в эту субботу в Московском Доме Музыки. Всех приглашаю. Ну, до скорого. Спасибо большое, что пришли.